Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте, я представлю вам доклад по поводу новых возможностей секвенирования для оценки мутационного статуса генов, которые ассоциированы с наследственным раком молочной железы. Наследственный рак молочной железы составляет порядка 50% всех случаев заболевания раком молочной железы и характеризуется наличием мутации в генах предрасположенностей. Гены ассоциированы с наследственным раком молочной железы. По риску возникновения данной патологии при наличии в них генетических повреждений делятся на три группы. В первую группу входят высокопенетрантные гены, которые характеризуются низкой частотой мутантного аллели в популяции, она составляет меньше 0,1%, и повышением риска возникновения заболевания при наличии в них повреждений в 5-10 раз. Среднепенетрантные гены, характеризующиеся частотой мутантного аллели в популяции от 0,1% до 2%, и повышением риска возникновения заболевания в 2-5 раз при наличии в них повреждений. И низкопенетрантные гены, которые характеризуются относительно высокой частотой мутантного аллели в популяции, которая составляет больше 2%, и относительно низким риском возникновения заболевания в течение жизни. С клинической точки зрения интерес представляют повреждения высокопенетрантных и среднепенетрантных генов, к которым относятся к высокопенетрантным такие известные гены, как BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PTEN, к среднепенетрантным CHECK2ATM, BRIP1, PALP2 и другие. В связи с открытием генов предрасположенности к онкологическим заболеваниям, а также активным внедрением в клиническую практику новых молекулярно-генетических методов, появилась реальная возможность проводить генетическое тестирование онкологического риска. Задачами такого тестирования являются, во-первых, организации проведения профилактических мероприятий среди здоровых людей, у которых есть наследственная предрасположенность, для предупреждения ранней диагностики онкологической патологии, и, во-вторых, выявление наследственного характера заболевания у онкологических больных для выбора адекватной тактики лечения с применением персонифицированного подхода. В нашей лаборатории был разработан алгоритм молекулярно-генетического обследования, который включает в себя несколько этапов. Всем пациентам с заболеваниями молочной железы мы проводим ДНК-тестирование методом ПЦР в реальном времени на определение основных, наиболее часто встречающихся мутаций в генах Берси-1 и Берси-2. Затем при выявлении мутаций, наиболее часто встречающихся в 8 точках, мы проводим верификацию полученных данных с секвенированием по Сенгеру, который является золотым стандартным в настоящее время, и пациенту назначается консультация врача-генетикам, а также проводится обследование кровных родственников, наличие таких же мутаций у них. В случае отсутствия наиболее часто встречающихся мутаций в этих высокоменетрантных генах у пациента, но наличие у пациента клинических признаков наследственного заболевания, которые включают в себя молодовозраст манифестации заболевания до 50 лет, семейный онкологический анамнез, наличие родственников первой или второй линии родства с диагнозом рак молочной железы, рак яичников и первичном множественной опухоли. Итак, при отсутствии мутаций и наличии клинических признаков наследственного заболевания пациенту проводится обследование с помощью метода секвенирования нового поколения. При выявлении патогенных вариантов мы также секвенируем данные варианты по Сенгеру для их верификации, и пациенту назначается также консультация врача-генетика, а также проводится обследование кровных родственников. Поподробнее о первом этапе нашего алгоритма обследования. В нашем центре с 2010 года проводится данное молекулярно-генетическое обследование пациентов как с доброкачественными, так и с злокачественными заболеваниями молочной железы, которые включают в себя, во-первых, анкетирование пациентов для изучения их семейного онкологического анамнеза, во-вторых, это ДНК-тестирование методом ПЦР в реальном времени на наличие наследственных мутаций в генах предрасположенности Берсей-1 и Берсей-2, и, в-третьих, это консультация врача-генетика при наличии генетических повреждений. Ну, наиболее часто встречающиеся мутации, которые определяем методом ПЦР в реальном времени, они приведены на слайде в таблице. На данный момент было обследовано уже 4079 пациентов, из которых 2971 человек имел диагноз «рак молочной железы», ну и, соответственно, остальные – это доброкачественные и родственники пациентов. Среди данных пациентов была сформирована группа с клиническими признаками наследственного заболевания, в которую вошло 524 пациента. И у этих пациентов, у 80 из них, были выявлены часто встречающиеся мутации в гене Берсей-1 методом ПЦР в реальном времени, что составило 15%. Таким образом, мы получили, что только у 15% пациентов с диагнозом «рак молочной железы», имеющих клинические признаки наследственного заболевания, мы выявили мутации в гене Берсей-1. В связи с этим возникает вопрос, может быть, недостаточно смотреть только наиболее часто встречающиеся мутации у пациента, могут быть генетические нарушения в других регионах данных генов Берсей-1.2 или вообще в других генах предрасположенности. Чтобы проверить это, необходимо отсеквенировать гены, которые ассоциированы с высоким риском возникновения онкопатологии, то есть определить их в нуклеотидную последовательность. Для решения данной задачи идеально подходит метод секвенирования нового поколения, который начал внедряться в клиническую практику в России несколько лет назад. Если секвенирование первого поколения, так называемое секвенирование по Сенгеру, позволяет нам за один запуск прибора определять последовательность нескольких фрагментов ДНК для одного пациента, то с помощью секвенирования второго поколения, нового поколения, мы можем за один запуск определять последовательность большого числа фрагментов ДНК для нескольких пациентов одновременно. Основные преимущества данного метода – это его высокая производительность. Как я уже сказала, он позволяет прочитать одновременно сразу несколько участков генома для нескольких пациентов. Возможность идентификации новых вариантов, то есть мы можем выявить редкие мутации, которые не входят в стандартные панели. Высокая чувствительность метода, возможность поиска мутаций, представленных в небольшой популяции клеток анализируемого образца, и низкая стоимость полученных данных. Ограничениями метода является высокая стоимость оборудования и реагентов, а также необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов в области биоинформатики для обработки полученных данных. В основном это касается полногеномного секвенирования или полноэкзомного, не готовых панелей, потому что сейчас фирмы выпускают программное обеспечение, которое позволяет автоматически обрабатывать данные. Что касается второго этапа, то есть секвенирования нового поколения. Целью данной работы было выявление наследственных мутаций у пациентов с диагнозом рак молочной железы в генах, ассоциированных с повышенным риском возникновения онкопатологии. В обследованную группу вошли 174 пациента диагнозом рак молочной железы и клиническими признаками наследственного заболевания, которые проходили обследование и лечение в Российском научном центре рентгенорадиологии. Материалом для исследования служила периферическая кровь. Основные этапы работы, а также принципы данного метода хотелось бы объяснить на примере, используемой в нашей лаборатории платформы МАСЕК, и панели для подготовки проб TrueSide Cancer фирмы Illumina. Основные этапы работы включают в себя следующие – выделение ДНК из крови, подготовку библиотек, непосредственное секвенирование и анализ и интерпретацию полученных данных. Используемая нами панель TrueSide Cancer позволяет секвенировать 94 гена, которые ассоциированы с развитием наследственных форм рака. Данные гены приведены на слайде. Молекулярно-генетические механизмы подготовки проб выглядят следующим образом. Наша геномная ДНК разрезается ферментом транспозаза на фрагменты порядка 300 бинуклеотидных пар, затем происходит легирование с адаптерами и индексами. Индексы необходимы как метка для каждого конкретного образца, чтобы в последующем мы могли их спулировать, и прибор смог идентифицировать каждый конкретный образец. То есть это как бы его номер. Затем проводится ПЦР-амплификация, и мы получаем библиотеки, готовые для обогащения. Так как нам нужно определить последовательность не всей молекулы ДНК, а только определенных таргетных генов, мы гибридизуем наши пулированные библиотеки с олигами-тридцатимерами, которые комплементарны нужным нам фрагментам. Эти олиги помечены биотином, и после добавления стриптовидиновых шариков мы за биотин вытаскиваем нужные нам фрагменты. Затем проводится вторая ПЦР-амплификация, и мы получаем библиотеки, готовые для секвенирования. Далее процесс проходит в самом приборе-секвенаторе, в который мы помещаем нужные реагенты, проточную ячейку и наши денатурированные библиотеки. На проточной ячейке находятся два типа олигонуклеотидов, праймеров комплементарных, находящихся на концах наших фрагментов адаптером. Однонитевые фрагменты прикрепляются к проточной ячейке, и затем свободный конец фрагмента связывается с соответствующим комплементарным олигонуклеотидом-праймером. И с помощью мостиковой ПЦР мы получаем двунитевые фрагменты, которые затем денатурируются. Мостиковой ПЦР проводится порядка 30-35 раз, и таким образом на выходе мы получаем сформированные группы идентичных молекул, кластеры. Далее следует процесс секвенирования путем синтеза. Через ячейку мы пропускаем реагенты, флуоресцентно меченые терминированные нуклеотиды, полимеразу и праймеры. К каждому фрагменту прикрепляется секвенцовый праймер, затем соответствующий комплементарный нуклеотид. На ячейку светит лазером и проводит съемку. И с помощью по флуоресцентному сигналу определяется тип основания в данный момент, встроенного в цепь в каждом кластере. Затем через ячейку пропускают реагенты, которые отщепляют флуорофор и терминатор, и данный процесс проводится до 300 раз. Таким образом мы получаем в приборе серию фотографий, по которым он выстраивает последовательность ДНК в каждом фрагменте. Затем в самом приборе с помощью программного обеспечения MySec Reporter автоматически проводится обработка полученных данных, и на выходе мы имеем файлы в текстовом формате VCF, которые мы благополучно переносим на наш персональный компьютер, и также с помощью программного обеспечения, предоставленного самой фирмой Illumina, мы можем аннотировать наши полученные данные. Мы их получаем в виде таблички, где приведены различные характеристики, и в том числе мы можем посмотреть клиническое значение каждого конкретного варианта, что особенно важно. Таким образом, с помощью вышеописанного метода секвенирования нового поколения мы обследовали 174 пациентов с диагнозом рак молочной железы и клиническими признаками наследственного заболевания, которые предварительно были отобраны по признаку отсутствия наиболее часто встречающихся мутаций в высокопенетрантных генах предрасположенности БЕРСЕ-1 и БЕРСЕ-2. У 47 пациентов из 174, что составило 28%, были выявлены 58 клинически значимых мутаций в генах, ассоциированных с повышенным риском развития рака молочной железы, а конкретно в генах БЕРСЕ-1, БЕРСЕ-2, ЧЕК-2, НБС-1, АТМ и ПАЛП-2. У 23 пациентов из 47, то есть почти половину составили пациенты с мутациями в тех же самых генах БЕРСЕ-1 и БЕРСЕ-2, но эти мутации не входят в стандартные панели, поэтому мы не могли ранее выявить их методом ПЦР. И у 11 пациентов из 47 были найдены по 2 патогенные мутации в генах предрасположенности. что значительно повышает риск возникновения онкологической патологии. Выявлены генетические нарушения, представленные на данном слайде, то есть это гены и название мутации, а также их тип. Также хочется сказать, что у 20 пациентов из 174, что составило 11%, были выявлены клинические значимые мутации в генах, связь повреждений в которых на данный момент с риском развития рака молочной железы не подтверждена. 4 пациента из этих 20 также имели мутации в генах, ассоциированных с риском развития рака молочной железы. То есть хочется сказать, что, возможно, есть другие гены, которые также ассоциированы с повышенным риском развития рака молочной железы, которые пока неизвестны. Их не рассматривают как ассоциированные с данной онкопатологией. Таким образом, в группе пациентов с диагнозом рака молочной железы клиническими признаками наследственного заболевания у 15% обследованных были выявлены патогены мутации в гене BRCA1 методом ПЦР в реальном времени. И дополнительно у 28% мутации в других регионах генов BRCA1 и BRCA2 которые составили 13%, а также в генах CHECK2, NBS1, ATM и PALB2 методом секвенирования нового поколения. То есть метод секвенирования нового поколения помог выявить нам дополнительно еще 28% пациентов с генетическими повреждениями. Ну и по поводу клинических рекомендаций пациентам, у которых были выявлены генетические нарушения в генах, ассоциированных с повышенным риском развития рака молочной железы. Во-первых, пациенту требуется дополнительная консультация врача-онколога и врача-химиотерапевта для выбора адекватной тактики лечения. А также необходима профилактика второго рака молочной железы и рака яичников. Также необходимо проводить ДНК-диагностику, то есть поиск аналогичной мутации у родственников первой степени родства. И при наличии у них таких же мутаций необходимы более частые профилактические обследования и наблюдения у соответствующих специалистов. Таким образом, представленный алгоритм обследования больных со злокачественной патологией молочной железы позволяет значительно улучшить диагностику наследственного заболевания, что в первую очередь необходимо для повышения эффективности лечения. С помощью стандартного метода ПЦР и высокочувствительного метода секвенирования нового поколения наследственный характер заболевания был установлен у 43% больных с диагнозом рака молочной железы. Внедрение метода НЖС в клиническую практику позволяет также значительно улучшить раннюю доклиническую диагностику заболевания с последующим проведением профилактических мероприятий. Технология НЖС представляет возможность выявлять и изучать редкие и новые мутации, связанные с предрасположенностью к развитию злокачественного заболевания, которые в дальнейшем могут стать основой для разработки новых биомаркеров. Работа была выполнена в лаборатории молекулярной биологии Российского научного центра рентгенорадиологии. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Екатерина Ивановна. Какие будут вопросы в зале к докладчику? Доклад очень интересный, открывающий такие серьезные перспективы, вернее увеличивающий группу пациентов, которым показана генетическая диагностика. У кого возникли вопросы, коллеги? Екатерина Ивановна, вот уже третий раз я слушаю ваш доклад, начал хоть что-то понимать. Спасибо. Или, по крайней мере, больше пытаться. Я понял практическую ценность его. То есть вы находите те гены, которые обычным путем ТПЦР мы найти не можем. Часто у нас на прием приходит больная по всем признакам, подходящие по категории БРСЕ и мутации, но однако эта БРСЕ у нее не выявляется. И вот эта методика позволяет доказать наследственный характер заболевания и, соответственно, выполнить то лечение, которое нам полагается выполнить при БРСЕ и мутации. У меня вопрос от другого. А вот эти гены, которые вы уже выявили, которые не встречаются из восьми, их можно экстраполировать и теперь расширить панель, делая РТПЦР уже на эти гены, которые вы выявили? Врутинно. Я поняла. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. На самом деле это гены не совсем правильно. То есть это не то, что другие гены. В этих же генах БРСЕ 1 и 2 мы смотрим ПЦРом просто восемь точек. Мы не можем, это готовая панель, мы можем посмотреть только конкретно эти восемь точек. Гены, они большие. Поэтому мутация может быть в любом месте гена на самом деле. И поэтому, если мы выявили редкие мутации, и там они довольно-таки большой процент составляют такой же, как ПЦР, но в других местах, но это невыгодно с точки зрения, что в основном это все-таки каждая конкретная мутация выявляется у одного пациента. То есть мы не можем делать панели на каждую, это нецелесообразно просто. Если бы они встречались у какого-то большого процента пациентов, тогда да. А если это такое редкое, то лучше секвенировать целиком. Теперь я начинаю понимать еще больше. То есть получается, что в Борисеек гене, грубо говоря, извините за мой язык, абсолютно не язык молекулярного генетика, то есть сломалось у одного конкретного, и только путем НЖС можно у него выявить. То есть от другого, соответственно, если есть клинические показания, но не подтверждено методом РТ-ПЦР вот эти вот восемь поломок в гене, соответственно, надо направлять на НЖС технологию и, соответственно, смотреть конкретно у данного больного, если поломка в каких-то генах. В других регионах гена пытаюсь. Да, совершенно правильно. Дорогие друзья, если кто-то здесь есть... Можно я тоже задам несколько вопросов вам? Ну, во-первых, все-таки не очень понятно. Вот стандартный показатель выявления изменений в гене Берсея у 15% пациентов на круг, вернее, у 15% больных, да? Вы говорите сначала о 28, потом суммируете это с 15, говорите о 43. Все-таки какой процент носителей мутации гена Берсей? Ну, с разными вот вариациями. 28 выявленных с вами дополнительно, это дополнительные проценты? 28 – это как раз то, что выявлено НЖС. А до этого дополнительно к тем 15, которые выявлены ПЦРом. У пациентов с клиническими признаками. Спасибо. Правильно ли я понимаю, что тогда можно полагать, что у 43% пациентов мы можем вести речь о наследственном раке молочной железы? Совершенно правильно. Третий вопрос. Скажите, пожалуйста, литературные данные по этому вопросу какие-то в мире представлены? Потому что процент колоссальный. Да, представлены. Но представленные в основном, касающиеся генов Берсея 1 и Берсея 2, они составляют по мировым… Это где-то 20-30% мутации в генах Берсея 1 и Берсея 2. Но так как у нас же все-таки еще гены включены, и, конечно, у нас побольше получилось – 43%. Но в целом это совпадает с литературными данными. Тогда еще один вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, из кого нужно формировать группу повышенного риска пациентов? Что все-таки, может быть, даже так, логичнее задать вопрос цена вопроса, вернее, сформулировать вопрос цена вопроса дополнительного вами проведенных исследований. То есть стандартное исследование гена Берсея, но оно достаточно такое подъемное для любого пациента. Ваше исследование – цена вопроса? Ну, я вам могу сказать цены, которые у нас в центре. Нет, ну реально, ради бога. Реально. Вот анализ на наиболее часто встречающиеся мутации, то есть вот эти вот 8 точек, это порядка 5 тысяч. Анализ с помощью НЖС, где 94 гена, далеко не 8 точек, стоит пока. Пока, пока. 36 тысяч. Это официально. Официальная услуга. Простите, вы проводили это исследование за счет пациентов или за счет какого-то гранта? У нас, как бы, часть анализа оплачивается протокол, как бы, входит в протокол по науке. Научных исследований. Да, и конкретно 36 тысяч платится пациентам. Это для пациентов, которые приходят и хотят сами провести обследование. А вообще мы делали это как научную работу, а потом сообщали пациентам о наличии у них повреждений генетических. Ну и тогда, если позволите, у меня еще последний вопрос. Все-таки, кому бы вы рекомендовали, вот как бы более четко сформулировали показания к формированию вот этой группы пациентов, кому показано дополнительное, более углубленное исследование? Ну, во-первых, конечно, наличие в семье родственников, особенно если родственники были в возрасте до 50 лет с раком молочной железы или раком яичников, уже показатель. Если это родственники первой линии, риск, конечно, еще выше. То есть это первая или вторая линия. Во-вторых, это молодой возраст самой пациентки, то есть до 50 лет. И в-третьих, если это первичные множественные опухоли, то этого уже критерий, в общем-то, достаточно. Как и возраста, допустим, до 35 лет тоже уже достаточно для того, чтобы рекомендовать пациенту провести при наличии родственников с данным заболеванием. Также хочется сказать, что была обследована, ну, это не вошло в доклад, но была обследована группа с 3-ждонегативным раком молочной железы, у которых, ну, в общем-то, по литературным данным тоже повышен процент мутации Берсей. И вообще, ну, по-моему, ну, как считаю я, я бы тоже включила в данную группу, которым рекомендуется обследование с помощью метода НЖС. – Вот у меня в числах, в числах, Елена Михайловна уже задала вопрос, то есть 43% – это не от 2000 с чем-то, 43% – это от 500 с чем-то больных. – Да-да-да. – Это от 500. – От 524, да, с клиническими признаками. – То есть если на 2000 это не будет 43%, это будет меньше, ну, 20. – Нет, у нас процент просто из группы, которую мы отобрали, она конкретная, которую вот мы предполагаем, что в этой группе как раз, да, при наличии вот этих клинических признаков, про которые я только что говорила, что у них вроде бы должен быть наследственный характер, ну, это, ну, мы предполагаем, что это наследственное. – Да, я понимаю, то есть 500 человек, из них 43%. – Да-да-да. – Если мы экстраполируем на 2000, которые входили в исследование, то это получается около 20% наследственного РМЖ. – Ну, нет, ну, если 2000 с чем-то. – Если 500, давайте, Елена Михайловна, если 500, это 43%, да, 250 человек, то 2500, ну, это 10%, да, ну. – Ну, я проценты-то считаю, я не генетик, но проценты могу. – Хорошо. – И кои-что, кои-что? Продолжение следует...